Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео и опять же мук-планк. Я очень люблю вот эту кислую пастилу и мы даже с Фатей устраивали челлендж. Теперь я буду есть за раз-две штуки. Даже через клюенку она так пахнет. Давайте сначала с первой начнем. Пол-дела сделано. Двигаемся дальше. Я уже стала профи. За секунду и готова. Все, процесс пошел. Я ее, к сожалению, немножко порвала в процессе обработки. Как это вкусно пахнет! Чтобы я не сидела и тупо не кушала, мы будем отвечать на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Если вы хотите, чтобы в следующий раз ваш вопрос прозвучал, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в инфобоксе. Я оставлю историю. Там прошу задать вопросы. Как видите, буквально за три минуты здесь уже куча вопросов. Вышла бы замуж за азербайджанца или собираешься только за свою национальность? Это частый вопрос на моем канале, но для меня, если честно, особой такой большой разницы нет. Да, мои родители хотели бы, чтобы это был лесгин. Даже очень хотели. Но Я считаю, что замуж нужно выходить не по расчету, а по любви. То есть, если ты полюбила другую национальность, почему бы не выйти замуж? Кислятина, но я так люблю. Все, что кислое. Не принципиально, чтобы был лесгин. Но, например, за афроамериканца я бы тоже не вышла бы замуж, если честно. Я считаю, что нужно искать человека, близкого по менталитету. Не потому, что я не люблю афроамериканцев или китайцев. Мне кажется, труднее жить с такими людьми. Мы привыкли видеть Идеал семьи у нас, да? По нашим традициям. Они это видят немножко по-другому. Мне кажется, жить со старым человеком немножко сложно. Далее. Если не блогер, то кто? Очень частый вопрос. Всегда мне его задают, но опять отвечу. Я в детстве, кстати, еще рисовала. И рисовала очень красиво. И одно даже время я хотела стать художницей. У нас в роду кто-то с маминой стороны очень красиво рисовал. Что, не помню. Даже у меня есть целый альбом, в котором, знаете, такие мультяшки. Была у меня такая мысль. Знаете, картины писать, например, и продавать, или что-то такое. Но в этой области нужно тоже развиваться. Это просто у меня, знаете, осталось на уровне мечты. Можно сказать, никто меня не поддержал. Что, типа, художники зарабатывают очень мало. Но в любом случае, я хотела всегда какое-то творческое хобби. И оно у меня сейчас есть. И я очень рада этому. Важно ли для вас выйти замуж за азербайджанца? Опять тот же вопрос. Когда будут прежние видео? Прежние, если вы имеете в виду влоги про косметику, в ближайшее время не будет. Любимый YouTube-канал. Мне очень нравится АСМР-видео. И даже я подумала снять одно такое видео, в котором я вообще не буду разговаривать, просто буду тупо есть. И даже с моим вот этим микрофоном. У тебя есть родной брат, как его зовут? Да, есть. Но как его зовут, я бы не хотела говорить. Он человек далекий вообще от YouTube. Вообще другой человек. Но многие говорят, люди, которые видят его впервые, тембр голоса, не знаю, манеры, вот как я вот разговариваю, жестикулирую, да? Он с ним очень похожий. Но внешне мы с братом вообще не похожи. Внутренне тоже, к сожалению. Мы разные. Но я его очень сильно люблю. Я рада, что у меня есть брат. А когда в универе училась, когда я закончила универ, на выпускном я как-то сказала, что у меня есть брат. И все-таки в шоке. Так ты же была единственным ребенком в семье. Я говорю, вы мне никогда не задавали этот вопрос. Почему у всех всю жизнь складывается впечатление, что я единственный ребенок в семье? Я не знаю. Если вы тоже так подумали, то пишите в комментариях и пишите почему. У вас в дальнейшем будут тоже, опять же, мукбанки? Или же будет и другой контент? Будет и другой контент. Например, я очень хочу снять АСМР-видео с сушими. Я думаю, что вы меня поддержите. Я хочу неделю влогов снять. Но блин, мой телефон ужасно снимает. А покупать новенький Canon, я не знаю, влоги вам будут интересны, не будут, будут они набирать или нет. Тем более, если покупать, нужно покупать уже дорогую камеру. Она стоит достаточно дорого. Далее. Какая твоя любимая песня? Мне очень нравится Джонни Лалли. Вообще, все творчество Джонни мне вообще очень близко. Вот такой вот кусочек остался этой кислятином. Мой дедушка очень любил все кислое. Я, походу, на него стала похожей. Время сладкоежки. А вот кислые семь сколько угодно. Как ты узнала про YouTube? Это было очень-очень давно. И тогда было очень мало блогеров. Не было такого выбора. Сейчас классно. Ты нашел, например, человека, который тебе нравится, и ты можешь его смотреть. Раньше блогеров было мало, и поэтому даже если тебе не очень нравился человек, у тебя не было особо такого большого выбора. Как ты относишься к зоопарку и цирку? Нормально. Я давным-давно не была в зоопарке. Я очень люблю животных. Вот. И домашних, и диких, любых. Я даже говорила, что когда я вижу, что на улице обижают какую-то собачку или кошку, я не могу пройти мимо. Это просто невозможно. А если обижают человека, ну как-то не то, что мне все равно. Человек сам за себя может постоять, а животное-то маленькое не может. Поэтому мы должны помогать животным. Когда следующее видео с роллами? Хочу завтра снять. Во сколько лет ты начала снимать видео? Почему-то многие думают, что я уже давно на ютубе. На самом деле это не так. 3 ноября будет ровно 2 года, как я выложила свое первое видео. 3 ноября. 3 ноября. День рождения моему каналу. Первым уже заканчиваем. Сейчас будет писать, почему ты так спешишь. Любовь или деньги? Если говорить чисто прям рай в шалаше, но с любимым, это не про меня. Я бы не вышла замуж вообще за человеку, который живет в деревне, у которого нет никаких перспектив. А если человек образованный, умный, пусть не богатый, пусть у него нет ни квартиры, ни машины, ничего, но он по душе, мне лично. Я считаю, что вообще на все в жизни можно заработать. И без связи, и без помощи родителей. Поэтому все зависит, опять же, от ситуации. Насколько он беден. Но если у него есть перспективы, почему бы нет? Но если этот человек нигде никогда не учился, и в дальнейшем ему ничего не светит, а ты двигаешься только вперед, какие бы у вас чувства ни были, в дальнейшем вы разойдетесь. Я просто реалист. И может быть некоторые люди любят на камеру говорить вещи, которые их идеализируют. Я люблю говорить правду. Можешь жить без Фатя. Я очень рада, что у меня есть такая подруга, как Фатя. И что у нас есть общее такое хобби. Не бывает ни дня, чтобы мы не переписывались. То есть, где-то проходит 3 часа, и я ничего не пишу, она мне звонит, что, что случилось, Айка, куда ты пропал? И я рада, что у меня есть такая подруга. Я взяла 2 штуки, но я сегодня, наверное, съем всего лишь одну, потому что она очень-очень кислая, и мне не хочется. Заставлять себя я не хочу. Вместо этого просто поотвечаю вам на вопросы, на интересные, потому что вы постоянно жалуетесь, что я отвечаю на мало вопросов. Выбирай золото или серебро. Я предпочитаю золото, даже вот как вы можете заметить, желтое прям золото, вроде сейчас оно не модно, и все уже перешли на белое золото. И сейчас это вроде бы не актуально, но мне по своему цветотипу больше нравится на себе именно желтое золото, несмотря на то, что это сейчас не так уж уж и модно. Если тебе что-то близко, если тебе что-то нравится, ну и что, что это не модно? Если вы тоже так считаете, то ставьте лайк. Какие планы на зиму? Я хочу много работать, я хочу снимать очень много роликов, хочу снимать интересные видео, хочу развиваться в этом плане, может быть пойти на какие-то курсы, чтобы освоить еще лучше монтаж. Думаешь о приобретении нового телефона? Если да, то какого? Нет. В ближайший, наверное, год я не хочу новый телефон. К сожалению, видео получилось в торопях, сейчас ко мне придет моя подруга, поэтому я вынуждена с вами попрощаться. На этом все. Обязательно пишите в комментариях идеи новых видео. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, что в следующем видео ваш вопрос прозвучал в моем видео. Всем желаю удачного дня, всем пока!